всем привет продолжаем прохождение dustland delivery набралось достаточное количество лайков чтобы сделать продолжение подключил машинный перевод данной игре начнем новую игру чтобы уже более понятно было что здесь вообще происходит я скорее всего многое упустил возьму наверное раннера нашего водилу здесь ничего менять не буду подтверждаем некоторые вещи конечно же не перевелись но мы отправляемся в неизвестность насколько я помню мы купили этот грузовик и теперь отправляемся в город назад в город чтобы забрать свои вещи оставшиеся все отправляемся вскоре после отправления в путь вы вспоминаете историю рассказанную вам одним старожилом о незадачливом дальнобойщики который так устал проезжая через пыльные земли что заснул посреди чумной зоны зараженные не давали ему долго спать вы думаете что было бы разумно нанять помощников когда вы доберетесь до города вы можете нанять новых членов экипажа в баре хорошо едем дальше задание выполнено основная история посетите вели вели крупный город центральной части пыльных земель законное место с обилием ресурсов и хорошо построенными удобствами первый визит наш раннер получает 580 экспы что принадлежит мне то принадлежит мне прибыв в вели виль вы забираете остатки своего металлолома это должно хватить чтобы начать работу вы также обнаруживаете что унаследовали два документа на землю таранисе и старлайт сити они так долго пылились что вы даже не уверены кто из предков оставил их вам вы решили что эти документы принадлежат вам по праву рождения так что вы можете попытаться заявить о них хорошо задание начато подвиг тараниса подвиг звездного света у нас 3000 лома одно ядро приобретено текст мы можем на работу устроиться в бар в рынок ремонтную мастерскую возьмем выходной собака выглядит голодной будете стоять весь день или купите что-нибудь в магазине спрашивают у нас если вы хотите выступить в пыльных землях вам понадобятся самые качественные детали и снаряжение их нельзя купить их можно изготовить самому хорошо не стойте здесь вы собираетесь заглянуть в ремонтную мастерскую или нет негативное влияние различных типов рельефа можно смягчить установив правильные двигатели понятно основная история нам нужно посетить таранис не помешает заявить о нем пройдем в гостиницу посмотрим что у нас тут вы находите гостиницу на втором этаже над баром цены написаны на стене бесплатно в лобби можно находиться но вы сами отвечаете за свои вещи стандартный номер 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 люкс ресторан вип люкс вип люкс окей хорошо и в баре у нас здесь можно собрать информацию напитки заказать в ванная комната приобрести креды продать креды что это за креды такие креды ладно коэффициент успешности доставка купить хлам нанять вот давай-ка попробуем тебя нанять раннер говорит с вот этим вот парнем получаем экспу не хочет пока переводится ладно и вот у нас получается головка редуктора перевелось можно по за 1600 дорого дороговато он хочет подешевле есть кто-нибудь неизвестные 1500 фотограф какая-то кто еще тут есть а больше и никого нет ладно найму тогда вот этого головка редуктора 1600 helping hand мы выполняем экипаж интеллект плюс один сила в количестве если за рулем по очереди сидят два человека вам не придется так часто останавливаться чтобы отдохнуть хорошо отлично у нас есть некоторые задачи можно зайти в магазин тут куча всего есть гребешок электроника перед осенью перевелось ну электроника грубо говоря здесь дешевые медикаменты у меня не так уж и много лома к сожалению дефицитные предметы изобилием вот прикупим что можем прикупить прикупим хлеб я помню что хлеб вроде бы довольно таки хорошо продается можно муку прикупить она конечно не такая выгодная получается подтверждаем соль и скраб уже заканчивается хорошо что у нас по карте зыбучие пески эта местность известна своими смертельно опасными зыбучими песками но это не останавливает некоторых безрассудных дальнобойщиков пытающихся проехать через них возможно они оставили после себя кое-какие вещи опасная территория короче говоря куда же мне нужно отправляться ну вот сюда по квестам в таранис сейчас мы отправимся в ридвилл прокотимся у нас два человека хорошо а можно получается оставить его водителем насколько я понял да да вот сет драйвер можно поставить водителем копятся здесь голод усталость стресс жажда уведомления получаем при первом посещении города получаем опыт хорошо вы столкнулись с огромной колонной машин вздымающих пыль и выхлопные газы хотите подойти к ним я думаю что нет мы не будем к ним подходить уведомление вы прибыли в ридвиль центре города находится небольшой пруд похоже связанный с водоносным слоем пруд заросший камышом пожалуй самое интересное в этом месте хорошо за первое посещение получаем бегун у нас раннер прокачивается когда вы въезжаете в город пожилой джентльмен машет вам рукой вы ребята тоже курьеры он подбегает к окну вашего такси у меня тут груз для соседнего города но мой трейлер переполнен не могли бы вы оказать мне огромную услугу и доставить его для меня соседний город вы бы доверили это совершенно незнакомому человеку зачем вообще заниматься этим бизнесом если не доверять своим коллегам хорошо давай побочная история доставить топливом ничего сложного просто доставьте эти цистерны с топливом в соседний город я бы сделал две поездки но мне нужно двигаться еще раз спасибо я обязательно награжу вас когда увижу в следующий раз следующий раз ну допустим можем немножечко прокачать нашего раннера бегуна интеллект ремесло я наверно атаку или же нет фокус что отвечает за собственно наверное речь прокачаю пускай будет речь у нас общение все окей он счастлив хорошо что у нас по задачам тут добавилось доставьте топливо а куда его вообще доставить в круттаун а вот сюда как раз по пути все хорошо сейчас надо закупиться шины фрукты каучук потребности заходим в магазин шины фрукты каучук вот как раз фрукты можно закупить а у меня лома мало ё-моё что я могу продать муку только могу продать ну хотя бы муку уже неплохо шины фрукты каучук так фрукты покупаю вот так ну и пока все лом пока оставлю пускай будет в запасе отправляемся тогда в следующий город здесь здесь какие-то материалы могут быть можно попробовать сюда заскочить посмотрим что там вообще происходит гудок ваш экипаж устал парень который попросил вас доставить это топливо даже не оставил своей контактной информации зловещая мысль приходит вам в голову ну мы должны держать свое слово получается да как ты вообще мог подумать о таком добродетель прокачивается экипаж устал давайте тогда как мне а все они поменялись водитель теперь у нас второй парень вы прибыли на свалку эль туфо это место заполнено нежелательным мусором получаем опыт хорошо так нежелательный мусор поиск если уровень спасения города больше нуля вы можете искать в нем припасы поиск в спешке искать осторожно ищем ищем осторожно обрезки какие-то найдены железо разъем гаджет таинственная жидкость волокно на нас напали за высокого риска текущий шанс быть атакованным каждый час 9 процентов атака противника 46 84 запускайте что значит запускайте сжечь топливо за счет топлива типа да у нас топлива сколько вообще топлива достаточно сжигаем топливо вы храбро убежали отлично все сваливаем отсюда противника гораздо выше атака чем у вас если у вас нет большого количества оружия и патронов вы вероятно проиграем проиграете ладно все сваливаем отсюда что-то удалось конечно собрать это радует надо уезжать все управляемся так посещаем мы город видим мы какого-то инфицированного путешественника но мы ничем мы не можем помочь все доставляем мы топливо как только мы прибыли в этот город нам подошел человек с которым мы договаривались о топливе о доставке топлива он добрался до города раньше нас каким-то образом и он сказал что ему нужно лишь только половина топлива остальную часть забираете по себе вот такая вот получилась награда нам за квест здесь что у нас написано вы прибыли в Круттаун этот город получил свое название от нефтяной скважины до грехопадения из которого по сей день продолжает добывать количество короче сырую нефть продолжают добывать хорошо получаем опыт задача у нас выполнена дополнительная по топливу у нас топливо вот добавилось прокачался наш головка редуктора надо его прокачать кто у нас вообще а он у нас ремесленник и фермер потенциальный я не знаю как пользоваться здесь фермерством пускай будет так нам нужно немножко отдохнуть в идеале посмотрим что у нас здесь в городе вообще имеется а так в ближнем бою вызывают усталость истощенные персонажи не могут совершать атаки в ближнем бою следите за индикатором уровня топлива в вашем грузовике убедитесь что у вас всегда есть запас иначе вам придется не сладко патроны обычно найти нелегко но на заброшенных военных базах обычно есть неплохие запасы вы можете искать их самостоятельно или торговать с выжившими угу здесь подробности города а нет это не подробности города это у нас доступный клауд вот оно клауд влияние да подавить поддержка хорошо пока этим не будем пользоваться что у нас тут в магазине изобилие есть топливо одежда а сначала нужно посмотреть что я могу продать фрукты могу продать в городе довольно таки мало скраба имеется шины я продавать не буду изобилующие товары надо прикупить молоко двести восемьдесят оу одежда очень 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 выгодное приобретение но она не везде нужна вот в чем нюанс я не знаю может быть топливо прикупить хотя вроде топлива хватает зайдем еще вот сюда талантливый разведчик что ли вам подходит странно одеты мужчина и с драматическим поклоном представляется банджур мэс амис но я не не умею читать на этом языке я чувствую в одном из вас душу артиста как вы смотрите на то чтобы стать как вы говорите этуалью звездой кто вы мужчина задыхается как будто его только что ранили стрелой в сердце я правда вы никогда не слышали о великом лопене шансо величайшим артисте и разведчике талантов в пыльных землях разведчик талантов так ты раб нет 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 мужчина топает ногой не сравнивайте меня с этими знатоками я скульптор провидец талантливый садовник я беру маленькие саженцы учу их быть могучими дубами дубами и через два года они как вы говорите дебютируют как вы обращаетесь со своими маленькими саженцами это будет нелегко им придется научиться петь танцевать сиять как звезда увидим ли мы еще когда-нибудь нашего члена экипажа мир велик кто знает мы посетим все бары и сцены в пыльных землях возможно вы увидите своего друга в одном из них ладно я не буду ничего тут делать мы хотим продать одного из членов нашей команды не 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 о ревуар тут еще есть работорговцы в недрах города вы обнаружите небольшую площадь ряды и ряды клеток выстроились вдоль площади в одной из них несколько вооруженных людей предположительно охранников при виде вас они поднимаются на ноги вам подходит маленький жирный на вид человек чатимся с ним хотите купить раба или у вас есть вопросы по товару куда вы берете рабов у вас остались рабы на складе мы уже почти все распро распродали скоро будет еще один запуск он быстро осматривает клетки вообще-то похоже что у нас еще остался один вам повезло ну один допустим у нас есть люди которые вам подойдут наверное да у рабах мы хотим освободить его ладно не будем с ними связываться покинуть город ну все покидаем наверное город так уж и быть здесь делать нечего отправляемся сюда отправляемся тогда по квесту в таранис вперед поехали у нас правда люди немного устали по крайней мере раннер наш устал а головка как бы еще нормально себя чувствует поезд довольно таки быстро добираемся прибываем вы прибыли в таранис большой город расположены посреди пыльных земель некоторые говорят что он стоял здесь задолго до того как общество развалилась на части после падения военные миротворческие силы разместили в городе гарнизон и построили здесь оборонительные сооружения готовясь к натиску зараженных орд теперь городом управляет демократически избранное правительство хорошо получаем наш опыт за первое посещение теперь нам нужно найти мэра этого города мэр находим мэра мэр это мужчина средних лет в старой военной форме его лицо покрыто глубокими морщинами но глаза острые как у молодого человека ходят слухи в элли вилле что он родился до этого падения вы также слышали что город переживает своего рода кризис погруженный в свои мысли мэр наконец замещает ваше присутствие услышав почему вы здесь мэр с теплой но профессиональной улыбкой приглашает вас сесть когда он смотрит на ваше дело его улыбка превращается в хмурый взгляд это выглядит достаточно аутентично но слишком старо чтобы быть действительным обычно мы платим вам деньги наличными но боюсь что финансы города переживают тяжелые времена так ты обманом лишаешь нас нашей земли да ладно малыш это не так здесь происходят вещи которых ты не понимаешь окей типа ладно получаем опыт и у нас задачи тут получается убралась задача да вам нужно найти способ получить компенсацию за унаследованное дело вот у нас к мэру зашли а он нам короче говоря не хочет компенсацию платить за наш участок насколько я понял или это что-то связанное с правом на рождение а тут получается у нас основная история одна это право на рождение мы должны получить некую компенсацию за унаследованное дело и тут у нас земельный надел хорошо заглянем сейчас к мэру посмотрим что он нам скажет вам вам нужно заставить город компенсировать вам дело земля стоит десятки тысяч лома достаточно чтобы есть пить и веселиться всю жизнь что мы можем сказать мэру можем поторговаться если город действительно сталкивается с финансовым кризисом может быть вы могли бы заключить какую-то сделку вы помогаете городу и мэр дает вам вашу землю вы поможете нам хотя мэр выглядит скептически вы можете сказать что он серьезно рассматривает ваши предложения хорошо одна из наших основных проблем наш милый сосед город цивитас мы должны платить им вымогательную плату за обслуживание каждый месяц иначе они отправляют рейдеров чтобы украсть все что не прибито цивитас это гнездо прыгающих бандитов и головорезов которые используют его в качестве основания для разграбления сжигания и кто знает что еще они думали что шпон респектабельности облегчит им встряхивание своих соседей отсюда и высокое имя ну да машинный перевод так что вы хотите чтобы мы сделали то что действительно беспокоит меня это их время они всегда совершают набег набеги на нас когда наша охрана падает например когда часовые меняют сдвиги единственное объяснение о котором я могу подумать это то что в городе есть крот крыса крот прежде чем мы сделаем что-нибудь еще нам нужно выяснить кто найти короче нужно крота крысу есть подозреваемые охота на крот большинство людей в этом городе мои старые друзья люди с которыми я сражался кровью еще до осени единственные новички о которых я могу подумать это те что мать и сын живут у городских ворот ломба в баре и новый библиотекарь какие-нибудь другие хорошо у меня есть друг который работает шеф-поваром в см-сити он пришел ко мне около шести месяцев назад сказал мне что у него есть информация о кроте в моем городе в то время цивитас даже не был на моем радаре так что я записал это с его чрезмерным воображением но похоже он мог быть прав короче нам нужно к шеф-повару наведаться удачи если вы действительно сможете нам помочь у вас будут ломы ядра окей задача новая задача севитас где этот севитас находится старлайт сити оооо ничего себе как он далеко окей ладно хорошо ну здесь надо будет маршрут ставить вот так у нас у нас пайки древесина сушеные овощи соленая свинина окей куда мы еще можем тут зайти библиотека исследовательские чертежи есть вождение двигателя кожа свинц свинцовая железа а ну-ка четыре книги чтобы изучить этот план о удалось радиатор сделать усовершенствовать охлаждение двигателя улучшилось я могу сбор дождевой воды обеспечивать небольшое количество чистой воды железо свинцовое ну попробую давай три книжки потратим нужно будет книжками закупиться получается на будущее охлаждение двигателя 45 минут 6 единиц воды шанс успеха радиатор ремесло масса на ну перевод конечно такой а тут вообще очень много крафта лезвие металлический металлическая палка создал создал я какой-то предмет пистолеты можно делать огнестрел части оружия броню на что на что у меня еще хватает ресурсов особо не на что не хватает ладно делаем быстрое сохранение хорошо в этом городе тогда мы закончили то нам мэру не терпится узнать удалось ли вам найти крота ну да хорошо найти крота поиск поиск этого крота будет похож на поиск иголки в стоге иголок с кого из главных подозреваемых вам следует начать библиотекарь библиотекарь молодая женщина аккуратно элегантно одетая она тихо читает за своим столом и кажется что в ее воздухе витает предвесение настроения мы думаем что вы крот чат давайте с ней подчатимся она обладает изяществом эрудицией и даже темпераментом которые можно было бы ожидать от библиотекаря вы долго болтаете с ней даже не замечая как пролетело время элипаж получает интеллект зайдем в бар в таком случае несмотря на невыносимую вонь вы садитесь напротив него ух ты ты выглядишь напряженным чемпион почему бы не отвлечься игрой нам нужна информация пьяный игрок напевает веселую мелодию доставляя доставая кости из мешочка правила просты выпало больше выиграл ставка 40 лома я маленькую ставку сделаю вы выигрываете игрок выглядит не слишком довольным но нехотя отдает вам ваш выигрыш вы спрашиваете его о кроте приобретенный лон 40 крот да я кое-что знаю учтите я провожу здесь большую часть времени поэтому не знаю подробностей но знаю что крот женщина мы думаем что вы откуда вы знаете однажды ночью я стоял у ворот отвечая на зов природы и увидел что несколько парней из цивитас ведут себя очень хитро я решил что они проверяют это место чтобы сорвать куш но потом увидел женщину которая вышла и что-то им вручила карту кажется это должно быть крот верно? спасибо за информацию увидимся ломбард вы приходите в небольшой городской ломбард ломбард смотрит на вас с полным безразличием работник ломбарда ломбард сужает глаза глядя на вас подозрительно мы думаем что вы крот купить что-нибудь а ну это у нас просто рынок мать и сын вы находите мать живущую с сыном в трущобах недалеко от городских ворот они выглядят бледными и нездоровыми как будто давно не ели они выглядят слишком голодными чтобы заниматься шпионажем но тот же голод может стать убедительным мотивом для продажи продажи города и вот теперь как бы выбор у нас назревает мы можем обвинить кого-либо из этих всех людей то у нас по задачам ничего не изменилось охота на кротов вам нужно найти крота который сливает информацию если таковой вообще существует во что вы ввязались даже не знаю кого заподозрить без понятия вообще без понятия можно пока отправиться в другой город покататься все равно скорее всего будем возвращаться я думаю хотя нам нужно цивитас этот отправиться тут блин далеко ехать до него надо уже разобраться именно здесь в таком случае окей ладно я думаю что это библиотекарша не знаю какая то уж она слишком подозрительно улыбчивая мы думаем что вы крот библиотекарь спокойно слушает пока вы излагаете свои обвинения вы все больше краснеете понимая что у вас недостаточно доказательств игрок упомянул что крот женщина но ведь и мать живет у городских ворот речь минус речь а ну получается нужно было еще доказательства собрать я думал я обвиню ее и на этом квест закончится оказывается нет а если я обвиню тебя вы спорите с ней некоторое время но понимаете что у вас нет конкретных доказательств еще минус речь а ну теперь понятно как это работает я просто не знал ладно отправляемся тогда в другой город поехали у нас есть немного ресурсов на продажу если что сейчас быстренько доедем до поселения посмотрим что удастся продать и поедем дальше надо будет отдохнуть обязательно уже усталость у наших ребят накапливается еще и двигатель водить двигатель поехали поехали дальше вы прибыли в пшеничный стебель небольшой городок посреди центральных равнин с плодородной почвой пригодной для земледелия но из-за близости к нескольким крупным городам большинство молодых людей уехали оставив лишь старожил как только вы входите в деревню вас останавливает добродушная старушка здравствуйте дорогие не найдется ли у вас времени помочь этой маленькой старушки она одаривает вас бабушкиной улыбкой я заплачу вам 40 еды что вам нужно от нас о ты такой персик уже сезон сбора урожая но у меня артрит я не могу сама убирать но я не хочу чтобы мой урожай просто сгнил на полях не мог бы ты мне помочь давайте поможем потратим на это время вы помогаете старушки собирать урожай это очень тяжелая работа вы не представляете как старушки удавалось сделать это раньше когда вы приходите за вознаграждением к старухе она запирается в своем доме в ведре за дверью лежит всего 10 порций еды когда вы стучите и говорите ей что это меньше чем вы договаривались она кричит через дверь берите и не берите берите или не берите бакс ну ясно что на тебя нашло если я дам вам всю эту еду что я буду есть вы хотите чтобы старушка голодала придурки выломать дверь выломать дверь не будем выломать дверь старушки ладно поверили скай ты попал в просак но неужели ты собираешься ограбить маленькую старушку хреново что ну да не будем грабить конечно же идем в гостиницу надо немножко отдохнуть у нас прокачались наши ребята речь восстанавливаем нашу способность говорить с людьми здесь ты давай ты у нас земледелием занимаешься да в упор упор точнее тебя на земледелии поэтому прокачиваем земледелие что еще тут есть бар оторвись доставка можно квесты брать здесь коэффициент успешности приобрести креды продать креды рынок труда вот здесь можно кстати нанимать нанять ранчера наемный рабочий нанять фермера ранчер наемный рабочий можно наверное попробовать наемного рабочего нанять просто я бы хотел какого-нибудь все-таки этого солдата какого-нибудь у меня вообще нет ничего толком в плане ни оружия ни патронов даже ближнего боя оружия нет по-моему есть кстати я одно сделал рационы можно продать здесь ноль 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 в общем больше у меня ничего нет могу только продать немножко рационов ммм а получается я ммм ммм я еду получается всю прям отдаю за бесплатно за бесплатно да это плохо получилось ну ладно надо наверное еще отдохнуть все наши ребята теперь полностью отдохнули отправляемся тогда дальше здесь вот побочная история странная частота говорят что в этом районе можно уловить странную частоту по радио отправляемся тогда сюда посмотрим что там имеется вы наткнулись на небольшое озерцо вам кажется что в нем водится рыба испытать удачу хорошо оказалось что это дренажная канава вы не уловили ничего кроме запаха сырых сточных вод не повезло ладно добираемся до сейчас пункта назначения где мы вообще едем хорошо проезжая по пыльным землям вы улавливаете странную радиочастоту похоже это повторяющийся сигнал SOS прерываемый только заранее записанным голосом зачитывающим координаты вы сверяете координаты с картой и обнаруживаете что это не так уж далеко от вашего текущего местоположения давайте попробуем что-нибудь с этим сделать координаты указанные в трансляции ведут к небольшому домику снаружи он покрыт засохшей кровью в виде множества узоров от брызг до следов волочения опа наблюдение с расстояния фокус нужен постучим в дверь постучав в дверь вы понимаете что она уже слегка приоткрыта вы делаете шаг внутрь вы начинаете пробираться вглубь хижины свет выключен окна заколочены и внутри царит кромешная тьма пошарив вокруг вы находите что-то похожее на свечу зажигаем свечу свеча освещает комнату обнаруживая в ней множество зараженных которые смотрят только на зажженное пламя они набрасываются блин нам нужно отступить зараженное мясо приманку кинуть можно попробовать у меня то по сути топлива много поэтому я вы храбро убежали все за счет топлива пока есть возможность за счет топлива не буду рисковать вы тщательно обыскиваете хижину она кажется относительно обычной пока не обнаруживаете люк который хозяева хижины похоже пытались скрыть вы спускаетесь в подвал и оказываетесь в небольшой комнате с укрепленной и запертой дверью перед вами скрыть замок взломать замок судя по рядам камер это была какая-то тюрьма на столе рядом с вами лежат все еще работающая радиостанция вероятно источник передачи а также письмо и коробка обыскать тюрьму прочитать письмо очень много текста достижение получено что скрывается под землей если ты это читаешь значит я наверное уже мертв в любом случае поздравляю тебе удалось наткнуться на ад на земле подонки которые управляли этим местом похищали людей из близлежащих деревень держали их здесь заперти а затем разделывали на мясо ваш покорный слуга имел несчастье оказаться одним из этих ожидающих сосисок перевод у меня такой однажды эти гении похитили парня который оказался зараженным я мог слышать сладкую сладкую резню всю дорогу отсюда именно так к сожалению ни у кого из них не хватило порядочности выпустить нас прежде чем мы превратились в бессмысленные волочащиеся трупы через некоторое время мне удалось открыть камеру но я смог найти способ открыть дверь в подвал радио все еще работало поэтому я передал сигнал сос надеюсь что какая-нибудь добрая душа или хотя бы любопытная приедет и спасет меня спасибо что пришли даже если я уже мертв смело берите то что в коробке открываем открываем коробку ядро лом тысяча спасибо попробуем обыскать тюрьму трое это толпа вы входите в единственную камеру с открытой дверью и обнаруживаете человека он в бреду но еще дышит нам присоединяется новый дальнобойщик ты кто заключенный шу что у тебя оста там ну такой очень слабенький у него атака 10 это как бы радует хотя бы у него есть атака ешьте пейте алкоголь соль ладно куда отправляемся дальше смотрим по карте здесь мы завершили что нужно отправляемся дальше заражение города здесь уровень спасения не знаю за счет топлива можно постараться в случае чего уехать заедем тогда сюда рискованно конечно но попробуем вокруг квартала пройдите в общей сложности 10 тысяч километров получаем постепенно достижения хорошо болото недалеко от дороги вы видите обломки самолета судя по обуглившимся следам на корпусе при падении произошел сильный взрыв хотите проверить тщательный поиск поспешный поиск попробуем тщательный поиск произвести правда риск увеличивается вы не находите ничего полезного даже бесплатного арахиса наверное это была бюджетная авиакомпания ясно справляемся дальше в таком случае пока что вода еда есть мы прибываем место назначения у нас раннер наш прокачался фермерство мужество рыбалка кормление охота а мужеводство перевелось фокус речь у нас он болтун основной команде поэтому прокачиваем речь попробуем искать осторожно найдено немножко лома немножко всяких вещей покидаем город покидаем уезжаем отсюда становится опасно пыльные бури снижают мощность двигателя и резко повышают его температуру пыльные бури чаще всего случается осенью можно попробовать может ее переждать ну вот ее вроде переждали шестеренка шестеренка съела паек вот это походу шестеренка высокий стресс стресс вашего экипажа очень высок превышение лимита стресса персонажа может привести к катастрофическим последствиям можете снизить стресс готовя качественную еду наблюдая за восходом солнца останавливаясь что-то там выполняется у нас задача вы прибыли в starlight city когда-то это было небольшое поселение но теперь оно пришло в упадок может быть сила свободного предпринимательства вернет ему былую славу вы попадаете в stra ak jam несмотря на красивое название это абсолютная свалка усеянная заброшенными фермерами а вы попадаете в star light city несмотря на красивое название это абсолютная свалка усеянная заброшенными фермами и разваливающимися домами вокруг не души а единственное освещение слабый свет исходящий от мерии Опа, в мэрии кто-то есть, возможно При входе в мэрию вас встречает невыносимая вонь Словно кто-то хранил тухлое мясо в старых спортивных носках Повсюду мусор, а на особенно большой куче сидит неряшливый мужчина С склокоченной бородой Увидев, что вы вошли, он вскакивает на ноги Догадаетесь, вы догадываетесь, что это мэр Мы здесь для того, чтобы получить земельный надел В этом-то месте Склокоченный мэр читает документ Боже, вы не только владеете землей в этом прекрасном городе Но и являетесь владельцем всего города Он удивительно красноречив для человека Который выглядит и пахнет так, будто его сформировали из канализационных стоков Он оскаливает в ухмылке несколько зубов И гордо похлопывает свой трон из мусорных куч Словно это была привилегированная скаковая лошадь Отныне этот город будет находиться у вас на службе Сколько человек здесь живет? Увы, сейчас здесь только я Последняя семья уехала неделю назад Когда их поля стали бесплодными Понятно Просто так? Какой-то подвох? Что вы имеете ввиду? Вы законный владелец этого города И поэтому я обязан служить вам Это вполне естественно Мэр выглядит искренне обиженным вашими намеками Ну ладно, ладно Такие у нас есть активы Увы, наши сундуки и хранилища сейчас пусты У нас было несколько кусочков еды, но я их только что съел Давайте начнем в таком случае Привести город в порядок будет нелегко Возможно вам удастся спасти некоторые строительные материалы Из разбросанных по городу обломков Да, есть строительные материалы Подсказка Модернизация зданий в городе обеспечит вам постоянный приток ресурсов Задание начато Включить свет Прокачаем сейчас наших ребят Ну, фермерство Ты у нас фермер Ремесленник и фермер Далее Ты у нас кто? Ты у нас Типа боец, но я не знаю Не уверен Давай ты будешь Животство Рыбалка Вот опять Давай охота Пускай будет Я просто не знаю для чего это Прокачаю тебе охоту Апартаменты А, мы можем здесь отдыхать Приятно спать в собственной квартире Но это не вип-люкс В бар можно зайти Можно нанять Эту вот девушку Благодаря их совместимым чертам Бывший гонщик Любитель скорости Мнение бегуна и водителя О каждом из них Увеличилось на 22 Мгм Оу, 1200 1250 Цена проката Дорого Рынок труда Так Библиотека у нас тут есть Чертежи Радиатор Ремесло Масса Что значит масса? Без понятия Ресурсы Сточные воды Не сгущаемая вода Может быть очищена Путем кипения Во время лагеря Шины можно произвести А можем воду сделать Из сточных вод Уровень успеха 100% Да, вот 40 осталось Ну ладно Что еще можем сделать? Вот лезвие Можем сделать Биту Стальную трубу Мы не можем сделать Металлический Железо Железо Сделаем хотя бы Оу Легендарное Сделаем еще Биту Пистолет Железо Ну тут Огнестрел Я вообще не могу делать Патроны можно делать Прицел Перевод тут конечно Мое почтение Мое почтение Ремонтная мастерская Хороший Хороший Окей Модернизация Грузовика Но очень дорого Это все Дело Включить свет Нам нужно Вернуть городу Былую славу Будет нелегко Уководство По выполнению Задания Процветание 18 Как мне вообще Здесь что-то прокачивать А вот Управление Городом Все Вижу Обмен Заброшенное Депо Апгрейд Материалы Смол Депо Хорошо Тут нужны тоже ресурсы Ватерпамп Сделаем апгрейд Посмотреть на работу Можно Офис Очень много Построек Рандаун Дефенсис Это у нас Стена Да Сколько вообще Ресурсов Популяция 0.16 Я не вижу Ресурсы Ватерпамп Дефенс А вот Четыре материала У меня имеется Во Я могу Теперь Ферму Построить Хорошо Три материала У меня Имеется Что еще Можно построить Депо Депо Капасити Попробую Попробую Наверное Заброшенный Отдел Закупок Восстановить Так Окей Посмотреть Работу Что у нас тут Вообще Имеется Вот Огородик Надеюсь Будет Выращиваться Какая Никакая Еда Вода Потихонечку Будет Добываться Хочу Убрать Высокий Стресс Но Не Получается Кухня Можем Ли Мы Тут Что Нибудь Приготовить Вода Мясо Соль Мид Бров Окей Ну вот Можно Получается Что-то Готовить Не знаю Насколько Это выгодно Ладно Пока Не будем Тогда Ну окей У нас Появился Город Это Очень Хорошо Конечно С одной Стороны Надо Отправиться Вот сюда Посмотреть Что Получится Купить Продать Разбитую Машину Находим Тщательный Поиск Давайте Проведем Нашли Немножко Ресурсов Немножко Немножко Книг Нашли Хорошо Вроде У меня Были Какие-то Товары Которые Я Перевозил Но Что-то Как-то Я не вижу Что я Могу Их Продать Скоро Еда Закончится Такими Темпами Еще Вдобавок Газ Стейшн Угу Хорошо Так Ну что ж Надо прокачать Наших Ребят У нас 68 Книг Имеется Ну окей Вообще Наверное Есть смысл Какого-то Одного Персонажа Прокачивать Как-то Не знаю Разнопланово Что ли Бегун У нас Как бы Всегда Будет С нами Я надеюсь Поэтому Начну Наверное Прокачивать Его Вот Понемножку Всякого Понемножку Ты у нас Кто Заключенный Такой Заключенный У нас У тебя Атака Плюс Охота Плюс Кормление Ну давай Кормление И охота У нас Он будет Отвечать За еду Может В будущем И рыбалку Прокачаем Ну что ж На этом Все Я думаю Серию Можно заканчивать Такая Она Получилась Если вам Понравилось Ставьте лайки Пишите Комментарии Если Наберется 50 Лайков Я обязательно Сделаю Продолжение Всем Хорошего Настроения Всем Спасибо За Внимание Пока Субтитры Субтитры